Как все успеть? Как рационально использовать свое время? Как эффективно использовать свое время? Обычно такие вопросы мне задают люди, которые смотрят мои соцсети, наблюдают за мной в жизни. Меня зовут Александр, фамилия Майтен, и в этом видео я хочу с вами поделиться о том, как рационально использовать свое время и как в жизни делать максимальные результаты. Давайте об этом подробно. Поехали! И в этом видео я хочу с вами поделиться одним из инструментов, которые я использую в жизни для максимальной эффективности. Скорее всего, вы уже знакомы с этим квадрантом, это называется матрица Эсенхаура, и именно этот инструмент я использую в своей жизни для того, чтобы достигать максимальных результатов, для того, чтобы рационально использовать свое время, для того, чтобы все успеть. Я, конечно, хотел бы, чтобы было 36 часов в сутках, но я думаю, что и в свои 24 я успеваю много. Сегодня поделюсь с вами, как я это делаю. Кстати, за последнее время очень много получил писем, и мне спрашивают, ты, наверное, сделал свое клоун, который успевает и YouTube-канал, и соцсети, и тренинги проводить, и путешествовать, и в спортзал ходить. Нет, секрет очень простой. Это рациональное использование того времени, которое есть в сутках. Поехали. Что такое квадрант Эсенхаура? Он делится на 4 сектора. Первое – это срочное и важное. Второе – несрочное и важное. Срочное – неважное. И несрочное – неважное. Давайте подробно разберемся в каждом секторе и поделюсь, как максимум получить эффект от этого инструмента. Первое – срочное и важное. Это состояние, состояние, как там, тушим пожары, это состояние аврала, это состояние стресса. Когда вы просыпаетесь утром, и вам упала куча писем, например, надо заехать в одно место, договориться с одним клиентом, сделать три встречи, сделать там, выгулить собаку, отвезти ребенка в детский сад. И вот это называется срочное и важное. Это называется состояние аврала, когда мы тушим пожары, когда надо срочно, важно сделать какой-то объем работы. Следующее – это несрочное и важное. Несрочное и важное – то, что действительно является для вас важным, но это делать несрочно. Нет такого состояния аврала. Следующее – это срочное и неважное. Это то, что надо сделать быстро. То есть для тебя это вроде было не срочно, вернее, не важно, но это срочно надо сделать. Очень простой пример, например, заплатить налоги в налоговую инспекцию. Если для тебя это вроде было не важно, но если ты срочно это не сделаешь, то это вызовет какие-то определенные последствия. Например, заехать заправить автомобиль. У тебя горит лампочка, если ты не заправишь автомобиль, и, возможно, это было не настолько важно, как, например, забрать ребенка из детского сада, то когда-то для тебя это может быть срочно, потому что ты можешь встать на трассе и будешь решать другие вопросы, как эвакуировать свой автомобиль. Несрочная и неважная – это некая текучка, которая отвлекает вас, которая забирает у вас время, а взамен не дает никаких результатов. Например, просидеть полтора часа в Инстаграме и смотреть за чужими постами, и наблюдать, ставить лайки и так далее. Я повторюсь, в этом секторе результат ваш, он минимальный. Вы можете, конечно, отвлечься, посидеть в Инстаграме, но, как правило, результатов этот Инстаграм, это один из случаев, один из примеров, не дает. Или, например, посмотреть новости, или, например, прийти, поговорить в каком-то сообществе с какими-то мужиками, встретиться в гараже, поговорить, пообсуждать какие-то темы. Я повторюсь, от этого результата нет никакого, но при этом вы потратили все свое время. Давайте переходить уже к рекомендациям, как максимально использовать свое время. В первую очередь, я советую исключить из своей жизни не срочно и не важно. Убрать из своей жизни то, что у вас забирает время, но при этом не дает никакого результата. Дальше. Как происходит в обычной жизни? 70% времени мы посвящаем срочному и важному состоянию Аврала, и всего лишь 30% мы тратим несрочно и важно. То, с чем мы можем столкнуться, например, через полгода, через 6 месяцев, через год, через 2 года. Идеальная модель, та модель, которой пришел я, это 30% времени я тушу пожару через срочное. И важное, это то, что случается экстренно, нужно прямо сегодня сделать. И остальные 70% времени в течение дня я решаю то, что я запланировал еще полгода назад, 6 месяцев назад, 3 месяца назад, год назад. Очень круто является примером, я имею в виду, очень крутым примером является, например, путешествие. Например, мы свои путешествия, вот мы через 3 дня летим в Канаду, и это путешествие мы запланировали еще полгода назад. Мы запланировали, как мы долетим, доберемся до Канады, мы запланировали, какие достопримечательности мы посетим, как добраться, например, с аэропорта до отеля и так далее. То есть мы продумали, чтобы не прилетев в Канаду, срочно искать Wi-Fi или срочно подключать интернет, чтобы найти, как добраться до отеля. Я советую переходить максимум в несрочное и важное. Если вы сегодня начнете решать вопросы из будущего, я это называю вопрос из будущего, то, соответственно, когда вы подойдете к этому будущему, у вас уже будет прорешенный ряд вопросов, и вам не надо будет находиться в состоянии стресса. Срочное и неважное, я уже привел пример. Позаботьтесь о том, самое элементарное, чтобы купить билеты, например, на самолет, чтобы в тот момент, когда вы соберетесь лететь в какой-то другой город, билеты не стоили в три раза дороже. Позаботьтесь о том заранее, чтобы ваш бензобак был полный. Позаботьтесь о том, чтобы потом не пришлось переводить из этого сектора сюда, и срочно, важно, надо заправлять машину или что-то обязательно делать. Это один из крутых инструментов, которые использую я для того, чтобы рационально использовать свое время и сделать так, чтобы время хватало на все, что действительно хочется. И на работу, и на отдых, и на хобби, и на какие-то важные вещи. Следующие инструменты мы разберем в следующих видео. Следите за видео, я обязательно поделюсь, какие инструменты я еще использую для того, чтобы эффективно использовать свое время. Сегодня поделился с вами очень крутым инструментом. Если у вас возникнут вопросы по этому квадранту, пишите, я обязательно отвечу. И совет вам огромный. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на всякую ерунду, которая не приносит вам результата. Благодаря только рациональному использованию в свое время можно достичь крутых результатов. Помните об этом всегда. И до встречи в следующих видео. С вами был Александр Тен. До скорой встречи. И пока-пока.